Олег Геннадьевич, Вы часто в своих лекциях, в том числе сегодня, говорите, что семьи не создаются для детей. А если дети не приходят, для чего семья? И год не отпускают друг друга? Девять лет. Дети не приходят, значит, Вы не приложили достаточно усилий к этому. Есть только одна причина. И есть еще один момент. Как муж зовут? Змитрий. А рядом? А рядом. Вы, да? Ага. Ну, как бы, Вам надо женьшень пить, бегать, начать бегать. У Вас там скованность внизу. Сперматозоиды не результаты, не такие активные. Вам надо йогой заниматься, купаться в воде, учиться плаванием, заняться йогой. Больше есть молочного. И стараться всегда вовремя ложиться спать ночью. У Вас нарушен сон, там тоже идут проблемы. Ну, в целом, можете полечиться у нас тоже, как бы, пройти лечение. Если в течение двух лет, вот, Вы будете все делать правильно, лечиться, не появятся дети, то нужно будет просто взять на воспитание. Есть еще такая опция, женщины, всегда знайте, что если Вы ребенка берете на воспитание, маленького ребенка, то, смотрите, две вещи происходят. У мужчины в результате контакта с ребенком увеличивается способность зачать. У женщины в результате контакта с ребенком увеличивается способность зачать. Поэтому, когда в семье появляется один ребенок, следующий появляется гораздо легче. Вот, допустим, было бесплодие у людей, да? У них появился один ребенок, следующий уже появляется легко. Поднимите руку, у кого так было? Видите? Поэтому можно просто взять ребенка на воспитание, и следующий появляется. У меня есть одни знакомые. Женщине поставили туберкулез, придатка в диагноз, означает до свидания, дети вообще. Она сразу взяла на воспитание ребенка. И у нее в результате через полгода наступила беременность. И она родила здорового, хорошего ребенка, своего. А потом родила еще второго. И получится у них трое детей. Один первый приемный и двое еще родных. В результате... Это если врачи не находят причины? Я врач и нашел причину. Я вижу причину у вас. Я вижу причину. Но врачи говорят, что и я могу, и муж может, а вместе вот почему-то... Я вам говорю, что вы вот если были с другим человеком, было бы то же самое. Потому что есть определенная слабость, есть гормоны, там вот это все. Есть просто энергия, понимаете? Энергии не хватает. Люди сейчас обесточены все. У вас не хватает энергии воды в организме, а у него не хватает энергии огня. Понимаете? Огонь дает корни и движения. А вода дает статические упражнения. Вам нужно статикой, йогой заниматься. Нужно по земле гулять больше. Нужно есть овощи, которые растут над землей. Нужно молочную пищу больше в воде находиться. Контакт с водой. Если не хватает силы, можно камни тогда ставить, пытаться еще что-то делать. Контакт с природой через это делать действие. А водой это плавать? Плавать, да. А бассейн подходит? Подходит. Я не вижу, чтобы у вас не было детей. Вы можете даже зачать, если сильно напряжетесь. Напрягаюсь. Вот сейчас, допустим, у вас возможность зачать за год изменилась в два раза. Вот за год всего до этого она не менялась. А сейчас где-то за полтора года она стала больше на 50%. Врачи говорят ЭКО. ЭКО у вас получится, да, тоже вариант. Но это же травматично все. Лучше еще напрячься побольше и зачаться в нем. Мы с вами всю лекцию будем общаться или чего? Я вам уже по третьему кругу говорю. Сомнения ваши указывают на ваш опыт, да, отрицательный. Я вам говорю, что у меня есть положительный опыт. Ну, я про ваш опыт поняла, что только сначала взять на воспитание. Это вариант очень хороший для вас. Очень хороший. Спасибо. Если вы возьмете на воспитание, то у вас практически неизбежно через полтора года появляется свой ребенок. Практически неизбежно для вашей судьбы. А у вас даже может быть три по вашей судьбе. То есть еще потом один появляется. Уже легко. Если одного родить, второй будет легко дальше свой. Один на воспитание. Хороший вариант для вас очень. Живой такой вариантик такой. Живой, такой родной. Еще активизируется у женщин, начинает все работать. У вас немножко сухость. Есть определенная гормональная система у обоих. Потому что вы зашоренные на работе сильно такие. Не умеете отдыхать. Ну, то есть напряженная психика очень у вас была. Там надо месяца на два куда-то поехать. Там, где много моря, солнца. И так, на месяца два поехать. И там может беременность наступить. Длительный такой отдых. Сильная опция тоже. Вот эта опция очень сильная для вашей судьбы. У них хватает энергии, природы. Просто все, без зачатия. Продолжение следует... Продолжение следует...